Привет, друзья! Спасибо за вашу активность и вопросы, которые вы оставляете в комментариях. Я стараюсь отвечать на них в новых видео. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе новостей. А в этом выпуске будет информация про первый слет коллекционеров в Харькове, который состоится 16 февраля, а также бесплатный пригласительный для всех, кто смотрит это видео до конца. И я взял небольшое интервью у коллекционера, который на протяжении 30 лет собирает монеты, в том числе и украинские, памятные и юбилейные. И он ответил на мои вопросы касательно коллекционирования, инвестирования в монеты Украины. Если тема вам интересна, продолжайте смотреть. Какие монеты Украины сейчас пользуются спросом? Чем интересуются люди? Все украинские монеты пользуются спросом, особенно большим спросом пользуются монеты, которые наименьшим тиражом выпущены. Также наиболее красивая, интересная тематика всегда интересует людей. Патриотическая тема. Несколько лет Национальный банк чеканит монеты и использует при этом там по печати. То есть монеты получаются цветные и красивые. Вот такие монеты пользуются спросом. И низельберовые, и серебряные монеты. А с каких монет начать коллекцию? С дорогих или подешевле? С серебряных или с обиходных? Как правильно начинать? Каждый для себя сам определяет, что ему изначально нравится. Обычно начинают коллекционировать то, что человеку понравилось. А уже потом определяются какую-то тему закрыть, развить, добрать еще те или иные темы, в том или ином металле собирать. Часто бывает ошибочное мнение сначала собрать дешевые монеты, а потом уже дорогие. Но обычно на этом люди и прокалываются, потому что дорогие монеты и дорожают быстрее, а дешевые монеты, как правило, и остаются не очень дорогими. Поэтому я бы рекомендовал не оставлять, не откладывать на второй план монеты, которые дорогие. То есть их собирать своевременно. А какие монеты Украины стоит покупать для инвестирования? Вот если какая-то сумма денег есть, и от какой суммы денег можно покупать монеты для инвестиций? Ну, очевидно, инвестиции можно называть суммой уже более-менее достойной. Какие-то это десятки тысяч гривен, иначе это не будут инвестиции, а какие-то просто покупки монет для себя. Наверное, опять же, инвестировать стоит в те позиции, которые будут дорожать. А именно монеты, которые выпущены небольшим тиражом и наиболее интересные, наиболее красивые. Давайте расскажу про регулярные встречи коллекционеров в Харькове и про первый слет. Обычно встречи коллекционеров проходят каждое воскресенье. На них можно пообщаться с коллегами, купить себе нужных монет или что-то из антиквариата. Место проведения – парк машиностроителей. Раньше назывался парк культуры и отдыха имени Артема. В клубе «Жара» с 8 до 2 дня. Но 16 февраля, это будет суббота, пройдет первый слет в Харькове. Приглашены гости и нумизматы из других городов. Будет выставка продажа монет и антиквариата. Будет работать бар. Место проведения тоже – клуб «Жара» в парке машиностроителей. На сегодня стоимость посещения 20 гривен. Но у меня есть бонус для моих зрителей. Чтобы получить билет и вас добавили в список приглашенных гостей, нужно поставить лайк видео и заполнить форму в описании к видео с вашим именем, чтобы на входе вас пустили бесплатно. Пожалуйста, поделитесь этим видео, если оно было для вас полезно. И всем хорошего дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!